Эксперимент с переходом на бестарный способ сбора мусора в Сазанлее может накрыться, так сказать, горой отходов. Новый субподрядчик, который начал работать в Балаковском районе, заявляет, баки на перекрёстках удобнее. Якобы в других городах уже всё испробовано, и контейнерный способ зарекомендовал себя гораздо лучше, чем бестарный. От помешочного сбора ушли два года назад. Везде стоят контейнеры. Контейнеры стоят в центре, естественно, более современные. Ну и так, в каждой деревне тоже стоит контейнер. Где нужно 8-кубовики, стоят 8-кубовики. Согласно Санкт-Пинам. Санкт-Пинам всё правильно разделил, ничего другого нет. Сегодня работаем в судах, и уже решаем такие вопросы. В судах, под судом было закреплено. У вас в Воронеже соседи работали. Сначала были против всех контейнеров. Мы их расставили, потом глава сказали, не убирай, пожалуйста. Мы забыли, что такое. Там подходы и так далее. С предстоящими изменениями не согласны жители Сазанлея. Год назад здесь, после бурного собрания с представителями администрации, решили, долой горы мусора на площадках даёшь, сбор тыковой растительности по графику от каждого дома. Действительно чистота стала. Все, кто даже немножко сомневался. Противников у жёстких мало было. А то, что сомневаюсь, что люди перестанут таскать, всё равно будут потаскивать, нет этого. Убрали эти загородки, всё, сейчас у нас чисто порядок. Ни бумажки не летают, если видите. Жители Сазанлея были уверены, этот эксперимент показал себя с положительной стороны. Любой может приехать и убедиться, что на улицах теперь полный порядок. К графику вывоза привыкли и точно знают, что вечером, придя с работы, они не увидят пакеты возле дома. Я выносила в определённые дни, например, вторник и пятница у нас была. То есть я к утру, утром перед работой выносила, вот прям стояла вдоль дороги. Всё в мешках, всё действительно было упаковано, было видно, где растительный мусор, где ТКО. Всё вывозили. Самая большая проблема в частном секторе – это горы растительного мусора. Сейчас в старом городе, где по-прежнему действует сбор ТКО с контейнерных площадок, ужас, что творится. За кучами веток даже баки не видны, а в Сазанлее и эту беду победили. Каждый собственник нашёл свои возможности, детей, может быть, привлёк, кто по старшим возрастам. Всё это пилилось в определённый размер, связывалось, как-то укладывалось, всё это ввозилось. То есть вот этих куч, как это было раньше, что приехали с тележкой, вывали, такого близко нет, то есть всё равно всё упаковывают, не в один, в два мешка. То есть люди стали об этом задумываться, перестали гадить соседям. Сейчас система, которую за год отработали, может быть порушена. Но посмотрев, как может быть чисто, люди не хотят возвращаться к контейнерным площадкам. Ещё свежи в памяти истории, когда растительными отходами завалила калитку пенсионерки, и она не могла выйти со двора. Когда крысы, получив прекрасные дома в виде куч мусора, приходили на подворье. Когда прошла тема, что вновь хотят поставить эти мусорные баки, люди, конечно, в ужасе. Они только стали действительно доходить тот вариант, который мы, как пробник пустили, хотя какой-то пробник, всю жизнь было так, что каждый со своим мешком выходил на угол, ждал мусорку. Было так. Жители Сазанлея надеются, что их положительный опыт покажет новому подрядчику. Бестарный способ сбора таково гораздо эффективнее. В конце концов, мусорная реформа всё-таки была задумана для комфорта людей, а не для удобства подрядчика, которому, конечно, удобнее забирать отходы из бака, чем от каждого дома. Но при этом его почему-то мало волнует, что останется на площадке после того, как он вытряхнет содержимое контейнера в машину. Мол, эта территория уже не ответственность подрядчикам. Продолжение следует...